Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом PixieMon. И в принципе, ребята, какой у нас там дождик идёт. Дождик, дождик, дождик. Как и у меня сейчас как раз дождик идёт, и мне это нравится, потому что, наверное, не все люди любят дождик, но когда у тебя тут летом 40-50 градусов тепла, осенью 30, зимой под 15-20, то как-то, знаете, дождик падает раз там в год, то, в принципе, нормально. Ой, нет, ну, в принципе, когда у меня, ребята, дождик падает, это вообще офигенно. То есть уже не 30 градусов тепла почти около зимы, да, на половине осени, а уже где-то 15-20, да. Я не знаю, ребят, просто вы как вообще, любите дождь или нет, напишите, кто любит, кто нет, просто интересно. Например, есть, как по мне, ребята, я больше люблю холод, чем тепло. Не, ну, конечно, тепло, можно сказать, я больше люблю, так как я его любил, то есть больше, да. Но когда вот ты тут живешь, и когда у тебя круглый год течет просто, потому что, в прямом смысле, течет, потому что тут жарища, можно сказать, круглый год. Когда уже, ты уже просто, надоела тебе вот эта уже жара, то просто когда хотя бы встает немного холода, то это уже такой кайф, охренеть, уже намного холоднее, чем, чем когда вот та вся жара круглый год, да. Просто, если, ребята, так даже посудить, то, мне кажется, холод лучше жары, потому что когда вот такая нереальная жара, там 50 градусов тепла. Не считай, если ты там можешь куда-то на бассейн сходить, еще что-то такое. А если, например, ты сидишь дома, да, 50 градусов тепла, что ты будешь делать? Что, ты разденешься полностью, ты пойдешь в холодный душ, ты выйдешь с холодного душа, у тебя тут стоит и вентилятор, все окна под, ну, открыты. Что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь, ты будешь сидеть и просто уже ждать, ну, когда уже это жарище пропадет. А, например, когда там холод, да, ты можешь пойти там одеться, например, тепло. Ты можешь чай себе сделать, да, горячий, как я вот сейчас пью, только не чай, а кофе с молоком, но. Ты можешь пойти по 10 одеял завернуться и просто-напросто там поспать, да, и не будет тебе тепло. То есть намного легче пережить холод, мне кажется, если такой нормальный холод, чем такую нереальную жару, да. Конечно, если там холод, там 50 градусов холода, да, так как бывает иногда в России, там, в некоторых участках, то, конечно. Но когда вот такой нормальный, не прям уж капу, да, то, в принципе, мне кажется, что его легче пережить, чем нереальную жару. Ну, напишите, ребята, любите ли вы холод или жару, но, как я говорю, ребята, мне как-то холод уже больше так стал. Нравится, то есть, потому что реально тут такая жара, что... Да, даже если сейчас уже не так жарко, я, например, вот тут дома сижу, и я уже, ну, чуть-чуть мокрый, то есть капу. Я сижу в кофте, но уже немного парюсь, то есть париться реально. Но, как видите, ребята, тут даже когда холодно, то и так немного паришься, да. А что мы можем взять себе покушать? В принципе, у нас уже еды столько, что сдуреть можно. Идем мы, наверное, спасфим, я не знаю, сейчас ночь, не ночь, просто с шейдерами, когда дождь падает, хрен его знает. Хрен поймешь, ночь, не ночь. И, в принципе, ребята, мы, наверное, все-таки пойдем дальше прокачивать наших покемонов, то есть, наверное, опять пойдем на снорлаксов, мне так кажется. На них, в принципе... Нет, не ночь. На них... О, это кто там? Нет. На них, в принципе, ребята, и нормально прокачаться, можно это во-первых, а во-вторых, яблочки себе понадыбаем. У нас тут 12 яблочек, у нас тут нифига... Ух, что тут у нас есть? А сколько у нас? У меня же тут есть всякие еще вот... Ух ты! Так. И вот так. Отлично. То есть, я это поставил, потому что места не хватало. Давайте-ка мы вот это сейчас все выложим. Очки. И сюда, в принципе, больше ничего, да? Сюда мы вот это... Это и вот это. И где еще? Вот это, да? Сюда вот это и вот это. И сюда еще камень эволюции. Хм. И вроде все. У нас тут просто уже куча дерева, ребята, так как... Мы добывали себе, да? Ну... Добывали мы себе яблочко, да? Пытались дерево яблочки добыть. И, в принципе, вот сколько у нас там уже дерева. Ну, так, нормально. А, сейчас... Это, так, давайте-ка мы поставим сюда. А, сейчас, сейчас, сейчас. Что-то я еще хотел поставить. Это давайте вот так поставим. А, хотя, 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 хотя... Фиг его знает, пускай пока что будет. Так, у нас там еще... Арбузик. Это можно опять сюда, чтобы просто место в инвентаре. Нормально было. Это сюда. И, в принципе, нормально. Так. Где ресурсы? Я хотел себе сделать... Давайте-ка вот так мы возьмем. И вот так. Я хотел себе сделать, ребята, алмазный топорик. Но, походу, у нас алмазы все вот там, в плавильне. Поэтому, ребята, мы сейчас туда пойдем. Быстренько заберем... Быстренько заберем алмазы. Сделаем себе какой-то топорик. И попробуем зачарить топор. И попробуем с топором. Быстренько порубить деревья. Как они будут рубиться быстро или нет. Так. Один, два, три. Отлично. Что там у нас с углем? Я не знаю. Может сюда давайте... Сюда. 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 И еще вот тут не хватает. Но я не знаю, сколько тут угля. То есть нельзя так посмотреть. Нужно... А хотя нет, смотри. Тут угля нормально. Даже вот тут оно стоит. То есть... Сюда даже не заходит в... В печку. То есть там уже есть. Сейчас, ребята, давайте-ка мы потопаем домой. Быстренько. Сделаем себе топорик. Сделаем топор. Я не знаю. Можно уже спать. Нельзя ли спать. Просто как... Реально. Тут когда дождь идет, хрен поймешь. Уже можно. Отлично. Так. Поспали. И дождь пропал, да? Да. Отлично. Сюда мы ставим вот... Не вот это. Сюда вот так. Можно и покушать. Топорик. 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 И делаем себе топор. Отлично. Давайте-ка мы его зачарим. На чем мы его можем зачарить? Шарп. Нет. Смайк. Нет. На себе, сколько там? 14 уровней. Отлично. Вот так. Нормально. Давайте-ка мы сейчас, ребята, идем попробуем, как будут рубиться наши деревья. Давайте опять поставим себе 15 деревьев срубить, так как мы сделали тогда. Вот нормальные у нас уже, в принципе, вот эти... Уже три инструмента есть, да? Изочаренные. Так, тут у нас Unbreaking. Тут еще нужно дочарить и отремонтировать. Тут тоже. Да и тут тоже. Ну, как бы уровнем... Точно. Мы же можем уже покупать уровни, поэтому вообще офигенно. Мы же можем уже покупать уровни в магазине, да? То есть за алмазы. Ах ты ж... Ах ты ж... Пятый уровень. Офигеть. Так, там у нас Мегане, или кто это? Ну, че ты? Че ты? Че ты? Дайте-ка нам деревца. Сейчас мы попробуем, как они будут рубиться. Ну, конечно, намного быстрее. Один, два. Два. Три. Сейчас мы, ребята, 15 опять сделаем. Четыре. Пять. Шесть. У нас было 12. 12 яблочек было. То есть мы за 6 деревьев только одно яблочко получили. Это че тут так делает? Шесть и одно яблочко. Ну, не очень. Семь. Восемь. Девять. Че тут вообще нихрена не падает. Девять. Десять. И одиннадцать. Где тут? Двенадцать. Тринадцать. В принципе, три яблочка, ребята. За 13 деревьев три яблочка. Тринадцать. Четырнадцать. А че вот эти? Как-то они непонятно. Четырнадцать. Ну и давайте еще... Давайте вот эти тут деревья срубим, чтобы вот тут стоят. То есть они так уже отделены от тех деревьев, чтобы тут была поляна такая. Продлим поляну, да? Вот тут. Вот тут. Отлично. И давайте-ка мы еще вот тут срубим. Еще там три деревья, да? Нет, четыре или сколько там. Отлично. Ну. Не скажу, что много яблочек выпало. Вот еще одно выпало. И еще с этого... Нет, с этого не выпало. Ну ладно. О, тут еще одно. Ну да, это мы не подняли. И все, да? Больше... Больше нифига не выпало. Да, больше нет. Ну что сказать, ребята? Шестнадцать яблок. То есть мы получили четыре яблока за хреновую тучу деревьев. Я не скажу, что это много. И в принципе мне кажется уже даже лучше на тех же снорлаксах охотиться. Потому что вот так мы реально очень долго будем вот это все собирать. Если мы вот так будем добывать яблоки с помощью рубки деревьев, то это очень долго будет. Давайте еще вот это и все. Не выпало? Ну ладно. Нет, ребята, это очень долго будет. То есть это вообще капот как долго. 16 яблок у нас сейчас есть. Я думаю, что... Давайте-ка мы выключим, может. Хрен его знает, если честно, почему оно... Ну ладно. Это, ребята, как-то... Не знаю, у нас же вроде там 20 яблок еще есть, да? Вот тут. О! 36 яблок. Хм. Это неплохо, ребята. Давайте-ка мы вот сюда вот это. И вот это. Отлично. Так. Так, 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 так. 36 яблок. Давайте-ка... Сейчас. Давайте-ка мы, ребята, опять... А, хотя не... Нет, зачем? У нас же там вроде куча алмазов есть еще вот тут. Зачем мы будем продавать еще вещи, если у нас тут есть нормально так алмазов? Мне так кажется, если я помню. Точно, вот где они У нас тут куча еще их есть Отлично, еще и 2 раркенди То есть 38 раркенди получится Если так считать Что нам нужно Глустон у нас есть, сахар у нас есть То есть, с тростника сахар, да Золото, золото я не знаю Если у нас там немного было все-таки Давайте Стак И еще стак А за эти алмазики В следующий раз, ребята, мы уже купим себе алтарь То есть, мы уже, наверное Сделаем себе первого легендарного покемона Давайте вот так мы возьмем Да и фиг его знает, за 3 алмаза Вот так возьмем Сейчас мы себе кучу уровней, ребята Набабахаем И пойдем зачарим себе что-то Ну, да, чарим точнее Ну, как раз 30-й где-то с чем-то будет 34-й где-то Нет, 32-й 32-й, нормально Нормально Нормально, нормально Сейчас у нас 36 Я не знаю, хватит ли даже нашего Ну, в смысле, не нашего Хватит ли Золото А тут у нас нету случайно золота Я как-то смотрел, но я что-то не помню Есть, отлично Еще и тут золото есть Тут, давайте-ка мы вот это заберем Отлично Это сюда Нет, сейчас, сейчас, сейчас Давайте-ка мы отсюда половину возьмем И отсюда половину возьмем И сделаем себе еще немного факелов А то у нас как-то мало Вот, еще давайте, еще парочку Отлично Сейчас, сейчас, сейчас Где у нас верстак? Да, вот тут можно, в принципе, тоже сделать Сейчас, давайте-ка мы Вот так Сделаем Вот так сделаем Вот так сделаем Вот так 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 И вот так Охренеть У нас только 20 яблок Что-то это Хотя Я не знаю, ребята 20 яблок Это как-то мало получается Мне кажется Ну, ладно Давайте отремоним Ни хрена себе Так Что я хотел Точно Давайте-ка мы возьмем Мать Где у нас Это давайте тоже возьмем Это возьмем Чтобы нафиг сжечь Ну, пусть Ладно, это вот сюда мы поставим И возьмем мы Да, стак Пускай будет Я не знаю, ребят Это как-то очень мало получается 20 раркенди только За За два с половиной Стака Золото Охренеть Сколько нам алмазов Нужно тогда потратить Чтобы это купить Все Ну, хотя В принципе, ребят Я даже не знаю То есть Как раз нормально Так будет Что мы прям Не очень так У нас много будет Раркенди А как раз так нормально Так, сейчас 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 Это давайте Мы все Повыкидываем Чтобы место Не занимало Это тоже И сейчас И сейчас И сейчас Сделаем мы Себе Еще 20 раркенди Отлично Сейчас Я так думаю, ребята Что Мы это все Забираем Идем мы Вот это тоже Все продаем Фух Охренеть В принципе У нас и так Там еще куча алмазов По идее Должна быть Если мы вот это Все продадим Давайте Например Да В принципе Нормально То есть Два с половиной Пять Вот так Отлично Ну Пять стаков Золота Это у нас Получается Больше чем Пол стака Алмазов Ну В принципе Нормально То есть Конечно Это Немного Глупо Получается Потому что Стак Редстона У нас 24 Алмаза 18 А 26 Алмазов У нас Получается Нет А 24 Алмаза У нас Получается 3 24 Золота У нас Получается 3 Алмаза Все вещи Все вещи Которые У нас Падают С боссов Мы же Их Продаем За Алмазы То есть Мы их Не продаем Ни за Железо Ни за Алюминий Ни за Редстоун Да То есть Мы это все Продаем За Алмазы Поэтому Алмазы Немного Падают Цене Так как Не такие Цены Например У нас По сути Дело Получается Что Один Алмаз Это 5 Железа То есть Мы Быстрее Найдем Стаг Алмаза Стаг Железа Чем Один Тот же Алмаз Получается И тот же Один Алмаз 4 Алюминия Намного Быстрее Мы найдем Железо Алюминий Чем Один Алмаз Мне так Кажется Но все же Ребята Все вещи Которые У нас Падают С Покемонов Боссов Которые У нас Там Есть Ну Вещи Которые У нас Попадали Из Покемонов Боссов Мы Пару Ищичек Прост Продали Мы Там По Половине Взяли С того С того С того С того Что В принципе Там Много Было И мы Это Все Попродавали У нас Только У нас Вышла Приблизительно Стаг Алмаза С чем Стаг Алмаза С чем Это В принципе Нормально Давайте Как раз Сейчас Если Смотрим Сколько У нас Падает С одного Нормального Такого Покемона Босса Алмаз Ну Вещей Которые Можно Продать Залмазы Да Черезар Ладно Ну Давай Отлично Ну С этого Два Алмаза Выпало Если Вот Это Все Попродавать Просто Вот Эти Эта вещь У нас же Вроде Она Не продается Это Как бы С новой С новой Версии Поэтому Ее Еще Ее У нас Нету В магазине Ух У нас Гости А Ну Ладно Ушел Это Вот Сюда Это Вот Сюда Давайте Только Вот Сейчас Посмотрим 7 Алмазов 7 Алмазов 8 3 4 6 8 12 6 8 7 7 4 7 5 Вот Тут У нас 7 12 9 13 11 12 Еще До Хрена Алмазов И вот Тут Например 5 7 5 4 5 4 Это Я не знаю 6 5 3 2 6 И тут Тоже Еще До Хрена Алмазов Ребята Это В принципе Нормально Так Получается Если Смотреть Давайте Сколько У нас Еще Вот Тут Давайте Ай Не то Поставил Вот И у нас Еще 3 Тентакруэля Тоже До 60 Уровня И у Нас Мы Потратим 22 Раркенди У нас Еще Останется 16 За 16 Раркенди Мы Никого Не сможем Больше Прокачать Поэтому Ребята Нам Нужно Еще Каждого Покемона Прокачать До 45 Уровня А Когда Мы Прокачаем Каждого Покемона До 45 Уровня То Мейча Резард Уже Пару Уровней Прокачаем И Тентакруэлю Тоже Поэтому Еще Меньше Нам Нужно Будет Использовать Раркенди В принципе Нормально Ребята Давайте На этом Уже Закончим Эту Серию Ставьте Лайки Не забывайте Ребята Если Это Серии Чем Больше Лайков Тем Быстрее Выйдет Новая Серия Если Наберем 100 Лайков То Новая Серия Выйдет Еще Сегодня Получается Третья Потому Что Одна Уже Вышла Это Вторая Потому Что На